В ходе окружного форума разговоры о важном для взрослых женский взгляд обсудили вклад жительниц в дело победы над неонацизмом, а также рассказали о работах различных фондов. На сегодняшний день мы не подменяем меры поддержки, которые есть и на федеральном районе, и на региональном районе. Чем я горжусь и действительно горжусь, что на Дальнем Востоке на сегодня, в моем понимании, есть председательный меры поддержки сегодня наших губернаторов, которые в Восточном федеральном университете организовывают. Я не знаю, как они это делают, я не знаю, каким образом они находят эти возможности в бюджете, но нет, просто стыдно, мне достойно, когда я говорю, что я в Танем infra Востока. Потому что здесь находят все возможности для того, чтобы наших по мне поддержать. В секции принял участие герой России Владислав Головин. Он поделился своим видением роли женщин в жизни мужчины. Участница секции Юлия Барановская рассказала о своем социальном проекте «Женщины Донбасса», идея которого появилась у нее во время командировок в ДНР и ЛНР. Первой героиней моего проекта были женщины. Это было сложно. Один раз я даже позволила себе сорваться, села в машину, сказала, уезжаем отсюда, я больше не могу. В тот день была какая-то концентрация. Я не могу сказать, что одна история легкая, другая тяжелая. Нет, они все очень тяжелые, если ты до этого с таким не сталкивался. И я села в машину, сказала, уезжаем, я просто больше не могу. Не могу, когда ты слышишь историю женщины с ее детьми, у которых муж и отец захоронен вот здесь во дворе, в доме. И детки тебя ведут на могилу и говорят, пойдем с папой познакомим. Вот смотри, сколько мы папе конфет привезли. А вторая тебе рассказывает о том, что ей пришлось сделать выбор в жизни, который страшно даже слух произнести. Ей пришлось выбирать, кого из детей спасать. Их было двое. Двоих она спасти не могла, потому что вся была объята пламенем на тот момент и даже этого не чувствовала. Отметим, в форуме приняли участие более 400 делегатов от всех субъектов Дальневосточного федерального округа, в том числе более 150 участников от Приморского края, а также представители федеральных государственных органов и общественных организаций. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.